Есть определенное даже понятие такое «мода». Мода формируется, мы понимаем, что мода, которая условно была в 15, 17, 19 веке, она все равно сегодня отличается от той жизни и того времени, в котором мы живем. Вопрос одежды – это вопрос даже и не только моды внешнего вида, это вопрос определенного здоровья. Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире «Вновь контрасты души». Сегодня с нами в гостях Игорь Кириченко. Приветствую вас. Здравствуйте. Поговорим сегодня об одежде, в частности, об одежде христиан. Как вообще должны одеваться христиане? Как-то по-особенному, или может быть униформа какая-то, или может быть какие-то отличительные черты, я не знаю, как на автомобилях, рыбки, еще что-то. Ну, я думаю, что прежде чем говорить вообще об одежде, надо вспомнить, откуда она появилась, да, саму историю. И вот первое упоминание об одежде мы как раз находим в Священном Писании, что удивительно, в книге «Бытие» сказано, «И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились». Самое первое упоминание говорит о том, что одежды так таковой не было, как мы, допустим, сегодня понимаем. Но следующий текст, который говорит о том, что произошло грехопадение, и открылись глаза у них, и узнали они, что ноги и сшили смокомные листья, и сделали себе опоясание. И вот этот текст повествует о том, что, оказывается, когда пришел грех, ушла слава Божья, люди увидели действительно себя, как говорит, во всей красе, и они сами себе сделали одежды. Но интересно, что этой одежды было недостаточно. Получается, пришел грех, пришел стыд, и пришла необходимость в одежде. Но тут есть люди, которые решают это другим способом. Говорят, проблема вся не столько в одежде, в ее наличии или отсутствии, сколько в вопросе стыда. Так это же все тоже решается. Это же все же на уровне того, как ты себе это представляешь, как ты к этому относишься. И чем тогда нудисты нехороши? Может, они, наоборот, возвращаются к тому бытию, к тому истоку, к Адаму и Еве, и к тому, как Бог человека создал. И живут себе преспокойно и счастливо. Но что бы я хотел добавить, что, оказывается, ту одежду, которую сделал себе Адам и Ева, ее было недостаточно. Потому что вот следующие тексты говорят, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». А ну вот тут вот это камень в огород зеленых, и защитников животных тем более. То есть, когда человек делает себе одежды, там, эко, из листьев, Бог говорит, нет, так дело не пойдет, вот вам кожаные. Мне кажется, знаете, здесь вопрос в том, что изменение климата, которое произошло с началом греховопадения, потому что появились разные времена года, то есть мы сегодня имеем... Нет, ну времена года не сразу после греховопадения появились, после потопа, там, полторы тысячи лет. Да, но я думаю, что Господь усматривал этот вопрос в будущем, вот, для будущих жителей, чтобы люди могли как-то себя обезопасить, да, потому что мы понимаем, что, допустим, сегодня, зимой, условно, да, или летом, мы видим разную форму одежды. Вот, как, знаете, в армии существует несколько форм одежды, то есть для зарядки это определенная форма, для парадной части это другая. То же самое происходит и с человеком. Поэтому Бог усматривал этот момент, я думаю, и в тот момент, когда и Адам и Ева были, и уже на будущий аспект нашей жизни. Понятно. Ну, хорошо. Бог дает Адаму одежды кожаные. Что это было? Это было что-то такое, в чем мы теперь должны ходить? Значит ли это, что христиане должны ходить в кожу обязательно? Нет. У нас нету точного макета той одежды, потому что, наверное, мы как люди хотим иногда действительно все досконально знать. Но мы сегодня не имеем этого макета, но во все времена была своя форма одежды. Мы знаем, что есть определенное даже понятие такое «мода». Мода формируется. Мы понимаем, что мода, которая условно была в 15, 17, 19 веке, она все равно сегодня отличается от той жизни и того времени, в котором мы живем. И в соответствии с той модой, конечно, люди одеваются. Допустим, в 19 веке, что интересно было, были очень длинные платья. И вот когда мы читаем труды христианской писательницы Еленой, мы находим, что она, допустим, рекомендовала не носить такие длинные платья. Из-за чего? Не из-за того, что длина не устраивала, а из-за того, что это просто было даже, ну, где-то нарушение каких-то аспектов здоровья. Платья были длинные. Они мало того, что были, ну, почти под ноги, они еще продолжались дальше. И когда человек шел по улице, то всю грязь, все, что находилось на дороге, собиралось в этом платье, и человек приходил домой, естественно, уже приносил с собой. Поэтому мы видим, что вопрос одежды – это вопрос, ну, даже и не только моды внешнего вида, да, это вопрос определенного здоровья. Мы знаем, что, допустим, сегодня врачи рекомендуют носить не сильно обтягивающую одежду, да, потому что она сжимает определенные мышцы, органы, то есть поступает недостаточно кислорода, там, кровь. То есть есть такие моменты, которые просто влияют на наше, ну, как говорят, на наше физическое здоровье. Поэтому в вопросах одежды есть очень много аспектов. Ну и, конечно, христиане, да, это люди, на которых обращают внимание. Вот мы, думаю, каждый отмечал такой аспект жизни, когда ты где-то работаешь или учишься. И если знаешь, что ты верующий человек, то всегда твоя речь, она отличается. Даже если верующий произнесет какое-то слово, да, или, ну, с каким-то раздражением скажет, это всегда вызывает какое-то, ну, изумление, потому что от этого человек ожидает чего-то другого. Наверное, в других аспектах жизни то же самое происходит. Да, я так понимаю, если ты действительно выделяешься как человек верующий, на тебя уже начинают смотреть, ожидать от тебя и поведения определенного, и слов определенных, да, ну, опять же, а что должно ожидаться в одежде? То есть неужели ожидается, что ты там придешь как монах, там, или... Да, это извечный вопрос, потому что, действительно, вот тема одежды, это тоже из крайности в крайность. Потому что иногда очень часто люди впадают в такую крайность и пытаются сделать какой-то аскетизм, да, когда хотят из чего-то что-то выжить. Но я думаю, что как раз Священное Писание — это тот ориентир, который нам помогает увидеть, да, какие у нас есть ориентиры. Должны ли христиане одеваться стильно, модно и так далее? Я думаю, что должны, но здесь вопрос всегда существует определенной этики, да, потому что даже мы, как люди, живущие в этом мире, понимаем, что, ну, есть определенная форма. Вот недавно у нас был пример, один молодой человек принимал крещение и пригласил своего родственника, который никогда не был в церкви. Из-за того, что он никогда не был в церкви, он пришел в том, что есть. И вот он пришел в шортах на богослужение. И мы с ним пересеклись как раз до того, как он вошел в общий зал. И когда он зашел, он сам понял, что он не по форме одет. И он мне говорит, что мне делать? Ну, естественно, я же не мог его сказать, ну, знаешь, сейчас уходи. Человек первый раз пришел. И мы с ним поговорили. И вот удивительно, что молодой человек, который никогда не был в церкви, да, который, ну, не связан с какой-то особой религией, он понимает, что ту форму одежды, в которой он был, она неподобающая. Хотя шорты в том же, ну, виде на улице или сходить на пляж, это совсем другое отношение. То есть мы видим, что есть определенная градация. И вот одежда – это тот фактор, который всегда к себе привлекает. То есть можно по-разному одеться, но и привлечь к себе внимание. Мы же понимаем, что даже на нашей программе, вот, в которой мы участвуем, мы сегодня не сидим там в футболках, джинсах и кедах, да, потому что есть определенный формат. Вот. Также и в нашей жизни есть определенная форма. Но здесь очень важно еще сказать момент, что у нас не должно быть двойных стандартов. Ну, то есть условно, смотрите, получается, что в церковь я иду в очень приличном классическом виде. Там, допустим, девушка одевает платье, там парень одевает костюм, а как только заканчивается служение, я одеваю там полную противоположность. Да, то есть иду тоже. Не, ну вы же сами сказали, что надо одеваться согласно того места, куда ты идешь, да. И если я одел на программу костюм, да, или пришел в церковь, одел костюм, это не значит, что я должен там, ну, одевать костюм там на работе с маршиком. Да, совершенно верно. Вот, или в этом костюме постоянно, значит, там ездить в метро, там не выходить из него, в принципе, да, не вылазить. Так как я должен одеваться повседневно, вот когда мне не надо куда-то, когда мне надо просто вот в магазин за продуктами? Ну, смотрите, да, то есть мы должны понимать, что у нас, так сказать, нету Лидии сегодня одежды христианской, да, то есть такого нету. Ну, допустим, мы приходим в обычный магазин, да, и мы знаем, что есть там Slim Fit, да, то есть есть разная форма одежды, есть узкая одежда, есть регуляр, да, это, ну, более такой покров, который идет просто прямой, то есть есть разные направления, но нет такого понятия, там, знаете, христианская одежда. Хотя, наверное, если бы сегодня ее выпустили, интересно, какая она была бы. Может, где-то такое производят, потому что сегодня... Я думаю, были бы сразу споры относительно того, а действительно ли это христианская одежда, или это какие-то дьявольские такие уловки под видом христианской одежды? Да, я думаю, что здесь вопрос, ну, конечно, мы говорим и культуры, да, в той стране, где ты проживаешь, вот, той местности, и вопрос самого приличного вида, да, потому что мы сегодня не можем какую-то форму выстроить, что джинсы, вот, они должны такого быть формы, такого покрова, но одежда, она должна смотреться прилично. Как всегда говорят, она должна быть невызывающей, да, она должна быть удобной, она должна быть практичной. И сегодня, вот, кстати, немаловажно говорят, что она должна, как вот до этого мы сказали, ну, не то, что приносить здоровье, но не ухудшать его, потому что... Вот вы сказали про то, что, в общем-то, христиане должны и модно одеваться при этом, да, но если посмотрим на то, что сейчас в нашей культуре, даже вот сейчас в нашей культуре, да, то мы видим, что далеко не все то, что модно, и далеко не все то, что прилично в обществе, оказывается приличным, то есть в той же самой церкви, да, то есть нельзя зайти, но если это неприлично в церкви перед Богом, почему это должно быть прилично в обществе? Если это нарушает твои законы здоровья, но это модно, почему тогда мы должны следовать этой моде? Помните, апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Да, то есть человеку, ну, условно, все позволительно в каком плане? То есть у каждого есть свобода выбора. Но мы должны понимать, что оно не все полезно и не только в плане здоровья, но и в плане духовного. Вот смотрите, в книге Бытие мы читаем интересную историю про дочь Якова, которую звали Дина. Там происходит такая история, что они жили рядом поблизости с языческим народом, ну, в принципе, на достаточном расстоянии, но они могли все-таки дойти до той местности. И в книге Бытие сказано, что эта Дина, она дружила, по всей видимости, с девушками, которые там находились, и вышла посмотреть на дочерей земли той. Когда исследователи священного писания стали думать об этом тексте, исследовать, они нашли у Иосифа Флавия такую интересную деталь, что раз в год проходил праздник платьев, так называемых, когда, ну, наверное, современный парад мод. И вот Дина, она периодически, по всей видимости, отправлялась на этот праздник. Но не только отправлялась, но, скорее всего, и какие-то платья применяла на себе. Потому что следующие тексты, которые повествуют, они рассказывают очень страшную историю, что царь, царевич той земли, который там находился, он увидел ее, у него произошло сильнейшее вожделение, и сказано, что он ее изнасиловал. Вот. И эта история, она стала очень кровавой, потому что Дина вернулась домой, об этом узнали ее братья, отец, у братьев появилась месть, они ее затаили, но они все-таки это исполнили, потому что практически всех мужчин той земли в итоге они вырезали. И вот, когда мы рассматриваем эту историю, ну, казалось бы, что такое, да, девушка пошла просто посмотреть, да, платье, пошла посмотреть какую-то определенную моду, скорее всего, где-то что-то тоже применила к себе. Но мы видим, каким проблемам колоссальным это привело. В принципе, живя сегодня в нашем мире, мы видим, что то же самое сегодня происходит, да, когда человек, ну, по сути, оголяет свое тело, когда он показывает, особенно когда действительно у человека красивое тело. И сегодня из-за этого столько у нас есть проблем, да, с которыми, ну, очень сложно иногда просто бороться. И я думаю, что для нас основная мысль такая, что нам иногда не нужно прям гнаться за миром, да. У мира есть своя определенная тенденция. Да, как говорится, мы должны быть в теме, да, мы должны идти в ногу с каким-то развитием, да, с какой-то перспективой. Но есть грани, где мы должны себе говорить «стоп», то есть где мы должны остановиться и не пойти дальше, потому что в нашем случае мы не знаем, каким последствиям приведет. А если посмотреть на Христа, как одевался он? Потому что я так понимаю, что Христос особо не выделялся в одежде перед современниками. Да, ну, скорее всего, у Христа была стандартная одежда того времени, то есть это была очень простая одежда. Причем надо отметить, что очень часто у людей того времени одежда, это же их было и постельное белье. То есть раньше такого не было, что у тебя, ну, только у людей состоятельных, конечно, да, у тебя несколько перемен одежд, когда ты мог их менять. А очень часто, ну, не то, что даже к сожалению, а, наверное, к той действительности, которая была, это была одежда, ну, практически всем для тебя. И она должна была быть удобной. То есть это явно была не какая-то, может быть, обтягивающая одежда. Но, кстати, что важно сказать? Вот смотрите, когда мы читаем Ветхий Завет, мы очень часто встречаем истории с блудницами. И для людей того времени, которые видели женщину, было сразу понятно, блудница или нет. То есть у нее был всегда особый наряд, особый макияж, особая форма одежды. И ни у кого не возникало вопрос, что вдруг перепутали женщину с какой-то, знаете, благочестивой. Я понимаю, что классы, различные классы общества, они также отличались. То есть священник был в своем облачении, там, царь или царского рода человек был в своем облачении. Тоже это было видно. Помните, да, одну историю мы с вами разбирали? По богатству одежды можно было говорить. С Иосифом. Да, вот казалось бы, вот одежда, да. Но посмотрите, какую она проблему создала. То есть отец сделал разноцветную одежду, которая была очень хорошая, красивая, удобная. Мы можем сказать, что она, наверное, была очень практичная. Но посмотрите, какую зависть она вызвала у других братьев. И к чему вообще это привело. Да, Иосиф стал потом премьер-министром. Но каким путем он прошел? И из-за чего началось? Казалось, из-за простой одежды. То есть мы можем сделать такой вывод, что, пожалуйста, одевайтесь как хотите, но что мы должны учесть в одежде, да? Если по пунктам чистом остатке. Я думаю, что мы должны учитывать практичность одежды. Практичность. Да, ее определенный физический аспект, как она сегодня влияет, да? Влияние на здоровье. Да, влияние на здоровье. Я думаю, что немаловажный аспект – этический аспект, да? То есть как она смотрится на нас. Как это влияет на окружающих. То есть когда мы оделись, что мы транслируем людям вокруг нас. Да, поэтому вот здесь вот эти, наверное, три аспекта, они, ну, одни из решающих, которые определяют, как мы должны сегодня одеваться. Конечно, в защиту правды надо сказать, что мы не можем все время подстраиваться под других людей, да? И одевать одежду, и сравнивать, ну, как она будет, как будут на меня смотреть другие люди. То есть, но здравый смысл, он всегда должен присутствовать. И в то же время, если человек говорит, мне без разницы на всех, я вот, мне просто удобно, я так хочу. Но мы живем в мире, и мы взаимосвязаны. Мы говорили с вами о безразличии, это действительно целый порог отдельный сам по себе. Хорошо, благодарю вас, Игорь, за такое размышление. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами все это время. Пусть вот эти выводы, которые мы сделали сегодня об одежде, не дают вам покоя, чтобы мы могли действительно одеваться, не гоняясь за модой или за какими-то там извращениями в одежде, но чтобы это действительно было практично, удобно, было полезно для здоровья, а не вредило нашему здоровью то, как мы одеваемся. И чтобы мы задумывались о том, что же мы транслируем окружающим в нашей одежде. Мы одеваемся так, как неприлично, или мы одеваемся, соответственно, к тому месту, времени и положению, где мы находимся и куда мы идем-то в этот момент. Пусть Господь вам даст мудрости в выборе одежды на каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова